Итак, друзья, всем привет! Мы с вами снова вновь на авторынке Владивосток Зеленогол. С вами, как обычно, ведущий Дед Мороз, искрометный юмор, шутки про Лешу Панина и все дела, сами знаете. Кстати, скоро подойдут... Добрый день! Здрасте! Здорово-здорово! Скоро будут шутки, друзья, про прохода Шаляпина, потому что чувствую кризис, и мне, молодому юнцу, скоро придется уже со взрослыми женщинами общаться, шутка. Погодка на рынке хорошая, машин новых очень много. Кстати, напишите, пожалуйста, как вам мой новый микрофон. Я сейчас купил себе микрофон и записываю это видео с микрофона. Вон, какой лексарь поехал, мощный. Въезд 150 рублей. Видите, ребят, на все можно делать деньги, на все можно делать бизнес, особенно бизнес, который помогает людям. Вот какой-то человек поставил сюда вот такие вот, как это называется, конструкция эстакада, и за 150 рублей вы можете свой автомобиль спокойненько проверить. В принципе, очень хорошо. Со стороны зеленый угол, на самом деле, он разбит на очень много секций. То есть, он на таких, как бы, холмах и возвышенностях. И, соответственно, на разных стоянках разные автомобили. Вот, например, смотрите, у нас здесь вот стоянка вот такая, ниже. Также там еще есть стоянка, где распил можно купить и остальные всякие вещи. Давайте посмотрим сейчас, что же у нас есть из таких вот автомобилей, которые народные, как мы называем. Вот, допустим, вот такой вот пробокс. Красивый, приятный внешний вид у машины. Колеса ТОЯ, зимняя резина. На штамповочках, знаете, рабочая лошадка. У меня, кстати, был приятель Алексей, сейчас не знаю, где он находится. И у Алексея был такой пробокс, он на нем зарабатывал в месяц 70 тысяч рублей. Он занимался там, получается, печенье развозил. Вот, допустим, Аква. Вот на такой Акве я по Японии проехал около 800 километров. Очень красивая машина и, на самом деле, полезная в хозяйстве. Маленькая, компактная, расход реально 4 литра. Я сам в шоке был. Никогда не верил, что машина может расходовать 4 литра бензина. Это какой-то, если честно, для меня был шок. Вот. Здесь у нас, друзья мои, Ниссан, автобусик. Ну, автобус Ниссан, я, честно, в автобусах не очень понимаю. Поэтому автобусы мне неинтересны. Но для семейных людей, возможно, интересно. Вот Тойота Приус. И Тойота Приус, друзья, сейчас у нас... Многие еще мне подписчики пишут под видео про... Где я говорю, что Camry с салона новая. Это вообще не очень, да. Кстати, цена у этого автомобиля 880 тысяч рублей. 1.8 G комплектация самая полная. 2012 год. И многие подписчики мне пишут такую информацию. Например, блин, не видно. Пишут такие вещи, что... Типа, лучше взять Camry. Ребят, Camry лучше взять в том случае, если она гибридная. Если Camry не гибридная, зачем ее покупать? По сути, 2 миллиона 200 тысяч рублей. Это очень дорого. Вот посмотрите, как красиво выглядит рынок. Знаете, здесь просто приятно погулять в хорошую погоду. Посмотреть на машины на японские. Ведь на самом деле машины, вот, да, это как культурный код. В машинах есть культурный код. Потому что японцы делают такие все машинки, видите, приятные, какие-то кругленькие. То есть дизайн у них очень интересный, дружелюбный. Немецкий, наоборот, Геленваген, Брабус, такая брутальность. Немцы, знаете, арийский стиль, там, такие формы продуманные. Поэтому в Японии не так, не просто все такое кавайное, знаете, радостное. Ну, просто потому что такая вот страна. На самом деле, ребят, очень много автобусов. Вот, если бы у меня была большая семья, ну, у меня есть большая семья, но если у вас, допустим, какая-то, вы живете в частном доме, то вообще автобус, вот такая вот приятная машинка, вам в хозяйстве очень сильно понадобится. Кстати, напишите, как вам, ветер есть, нету, потому что я потом сниму на камеру микрофон. Вот, допустим, 2015 год, 4 ВД, миллион 65 тысяч. За 2015 год миллион рублей, ребят. Ну, это вообще, по-моему, это очень дешево. Для 2015 года автомобиля за миллион рублей. Причем это автомобиль надежный, японский, хонда, автобус вместительный, большой, красивый. И такие вот тоже штамповки, как у Лады Весты Икса. Тут вот, видите, так выштамповка такая. Где-то читал, что такие выштамповки делают, чтобы в случае ДТП люди покупали новую запчасть, чтобы они, ну, сложнее было починить. Резина Ice Navy. Ice Navy какая? Гудьеер. Гудьеер. Прикольная. Вот такой вот здоровенный, здоровенный рынок. Посмотрим, что еще есть у нас из таких новинок, которые мне вот лично... Ведь я снимаю то, что мне нравится, правильно, друзья мои? Я как бы прислушиваюсь к вашим комментариям снять той или иной машины, но все-таки машина должна мне самому нравиться. Посмотрите, красавец, да? Этот кузов очень-очень-очень мне нравится. Геолендер SUV. Специальный Yoko Gama резина для SUV. Видите, прямо написано SUV SUV. Старый вот этот квадратный X-Trail реально что-то уже подглазно мозолит. А вот новенький X-Trail такой приятный. Смотрите, какой он классный. Батарейка может, ребята, сесть. Если что, достяну на телефон. Также, смотрите, еще что мне очень нравится. Вот Honda, да? У Honda все-таки есть прикольные машины. Вот, допустим, Honda Fit. Самое интересное, что вообще супер. И CRZ вот эта, да? Гибридная. Она просто у нас в Владивостоке, ребят, какое-то время, прям их на дорогах столько много было, года 4 назад. Прям просто они там на каждом шагу были. Салон у нее вообще классный, космический. У меня, кстати, у знакомой девушки был с такой CRZ. И она его очень быстро продала. Кстати, что за колеса? Летние, да, у нее. Yoko Gama. Расход, короче, на ней был 8 литров или 7. Около того. Я сам на ней катался. Ну, пассажиром. Машина вообще приятная. И дизайн, дизайн у нее реально очень выделяется на дороге. Прям очень красиво. Цена 730 тысяч, гибрид, полтора литра, 14 год. Цена, в принципе, тоже очень приятная. Вот Honda Fit, друзья мои. Недавно был у нас второго поколения Honda Fit на обзоре. Здесь 1,3, 4WD, 675 тысяч рублей. А что бы не взять за 675 тысяч? Ребят, что вы вот... Какой автомобиль, напишите в комментариях, 15-го года вы возьмете. Здесь резина Bridgestone, бриджик, да? Прикольная такая. Вот. Это, получается, нижняя стоянка, очень большая. А вот Harrier. Знаете, Орел. Я когда смотрю на этот Орел, мне почему-то Хабиб Нурмагомедов вспоминается. У них тоже там Eagle Steam. Давайте, пацаны, кто за Хабиба против Конора болел, ставим лайк. Так, уже 7 минут снимаю. Я просто боюсь, что у меня сейчас сядет батарейка. А дальше здесь у нас... Ну, посмотрите, вот на вот этот автомобиль, да? Вот эти фары мощнейшие, просто мощнейшие фары. Крутейшие, я бы так сказал. Сонары, губа, моделиста, обвес фирменный японский. Видите, моделиста. Супер просто. А вот эта решетка радиатора, вот это, знаете, такой орлиный коршун, знаете. Такой, знаете, агрессивный внешний вид, на самом деле. И машина очень-очень мне импонирует. Лично я бы такую с удовольствием купил. Надеюсь, когда-нибудь получится. Резина, бридж-стоун, дуэллер. Дуэллер какая-то. Салон, вообще, ребят, салон прошит просто суперский. Прошит такими, с такими, не стразами, а каким-то ниткой такой позолоченной. Гибридный хорек, задний обвес. Вы посмотрите, друзья мои. И вот еще такой же, тоже с черной оптикой. Гибридный. Даже вообще просто пушка, друзья. Просто песня, ребят. Если кто-то хочет купить машину, есть деньги. Почему бы не взять вот такого вот Харриера? Крутейшего, лютейшего. Просто на резине бридж-стоун. Кстати, тоже дуэллер у него резина. Отличная. Посмотрите, как они в ряд стоят. В чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Помните, такое было у нас произведение? А здесь у нас вот такие вот трехорька. Мощнейший. Премиум. Аукцион 4,5 балла. 4 ВД. Стоит брать. И, кстати, этот автомобиль можно оформить в кредит. У этого единственного, видите, решетка радиатора. Вы напишите, вам какая больше радиатор, решетка нравится. Вот как вот эта справа или как вот эта слева. Но мне, если честно, нравится больше, которая слева. И вот самый удачный обвес, по-моему, вот этот. Также кто-то писал про грузовички. Давайте к грузовичкам подойдем. Кстати, видите, у них уже камера есть вот здесь вот. То есть круговой обзор. Все есть. В принципе, очень хорошо и удобно. Здесь у нас есть грузовички. Такие вместительные. Посмотрите, какие. Просто салон. Идеально. Такого сероватого цвета. Весь чистенький. 4 ВД. Или на 4 ВД. Непонятно. Дюна. Тойота Дюна. Посмотрите, Тойо Эйс. Вообще, вот этот с двумя. У этого кабина однодверная, а у этого двухдверная. То есть в таком грузовичке вы можете его взять и своей бригадой рабочей. Строительной или там еще какой-то. Спокойненько ездить вчетвером, ремонтировать какие-то вещи, заниматься бизнесом. Вот, видите, все. Супер. Кузов вместительный, знаете, такой. Борта откидываются. В принципе. А, вот грузоподъемность 1250 килограмм. В принципе, грузоподъемность хорошая, на самом деле. Ну, тонна. 4 человека плюс тонна. Нифига себе. 1250 даже. Ну, тонна и с четвертью. Друзья, вот еще автомобиль, кстати, скоро придет у нас вот такая машина. Скоро, где-то через неделю. Я сниму видео непосредственно уже про вот такой вот новый RX. Это не новый, а у меня гибридный придет автомобиль вот такой вот F-Sport комплектация. 15-й год. Сниму видео. Посмотрите, какая резина. Proxys Toyo. Toyo Proxys тоже на резине SUV специально, что с сувком, ну, для таких автомобилей. Ну, хорек, ой, этот RX, этот 450, и мне очень нравится. Машина просто классная. Посмотрите, как она выглядит бодро. А литье какое. Гибрид эта штучка, полосочка. Внизу сонары, все есть. Коричневый салончик. Просто красота. Итак, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вторая часть видео вас ждет.